Всем привет! Меня зовут Марина Танкова и сегодня в рамках курса лекций школы Мелизим мы с вами отправляемся в долину Луары. Надо сказать, первое, что я хочу сказать про долину Луары, это то, что к этому региону сейчас прикован просто небывалый интерес. Несмотря на то, что в какой-то момент долина Луары ушла в тень таких именитых, громких имен винодельческих регионов Франции, как Бордо, Бургундия, Шампань, сейчас она безусловно вышла из этой тени и занимает свое особенное очень важное место на винодельческой карте Франции. Во-первых, долина Луары сочетает в себе сейчас массу тех интересов, трендов, которые есть в принципе в сфере виноделия. Это и интерес к более тонким элегантным винам из прохладных регионов, это интерес к винам от небольших хозяйств, маленьких семейных производителей, к винам, за которыми стоят конкретные люди, которые их производят. Таких производителей достаточно в Луаре. И, безусловно, это интерес к биодинамическим и натуральным винам. Однако сегодня наша задача обсудить такие основы основ, базовую академическую теорию, которая касается этого региона. Безусловно, Луара находится во Франции, но показать на карте конкретную точку или область, где находится долина Луары, невозможно. Потому что Луара – это самая длинная река Франции. Ее протяженность составляет более тысячи километров. Луара берет свое начало в южной части Франции, в департаменте Ордэш, течет на север и в районе города Орлеан, поворачивает на запад, течет дальше и впадает в Атлантический океан. Практически на протяженности всей реки существуют винодельческие апелласьоны, регионы производят вино. Однако традиционно под классическим регионом долины Луары понимают именно вот эту вот ее часть и четыре классических ее субрегиона. Это Пейн-Анте, Анджу и Самюр, Турень и Центральный регион или просто Центр, как ее называют. Говоря о Теруаре долины Луары, мы сталкиваемся с той же самой сложностью, потому что регион очень протяженный. Мы не можем охарактеризовать Теруар Луары в целом. Скорее мы говорим о разнообразии Теруаров и особенности каждого субрегиона. Мы можем легко понять, что очевидно, что виноградник, который находится вот здесь, на побережье Атлантического океана, и виноградник, который находится вот здесь, 400 километров от него, очень сильно отличается друг от друга. Если здесь мы говорим о явном, ярко выраженном Атлантическом климате, то чем дальше мы продвигаемся вдоль, вглубь континента, мы уже переходим к умеренно континентальному климату, гораздо более сухому. Хотя даже виноградники здесь, в Центральном районе, еще чувствуют какое-то влияние Атлантического океана. Почвы здесь тоже очень разнообразны. Для нас основное значение имеют граниты Исландцы в ее западной части. Здесь у нас туфовые почвы Мергеле и, безусловно, известняковые, известные известняковые почвы в Центральном районе Луары. Говоря об истории виноделия, есть легенда, что первый виноградник в Луаре был высажен в 380 году в районе Вувре, Святым Мартином. Однако есть также какие-то доказательства о том, что какие-то виноградники здесь существовали еще в первом веке нашей эры. В общем, виноделие долины Луары имеет очень долгую историю. В средние века традиционно для Франции, для многих ее регионов, виноделие развивалось трудами монахов. И, безусловно, здесь тоже. В XII веке произошло знаковое событие для французских вин, для вин Бордо и, в частности, тоже для вин Луары, когда Генрих Плантагенет женился на Элеоноре Аквитанской, вы, вероятно, это уже слышали на лекции по Бордо, и стал королем Англии. После этого луарские вина стали гораздо-гораздо более популярны, потому что Генрих Плантагенет как раз происходил из Анжу, из одного из регионов Луары. И следующая важная века истории — это XIV и XV век, когда Луара стала резиденцией французских королей. В это время здесь строились те самые знаменитейшие замки долины Луары, которыми она как раз представлена, в принципе, на карте мира. Когда мы говорим о долине Луары, мы не можем не упомянуть ее замки. Однако для нас с вами, безусловно, замки имеют не только культурологическое значение. Дело в том, когда сюда перебралась французская знать, при замках стали разбиваться сады, стали разбиваться виноградники, и, безусловно, это дало очень активный рост и, опять же, популяризацию луарских вин. Более того, даже сейчас некоторые апелласьоны носят название замков, мы с ними столкнемся, например, апелласьон Шинон. До того, как возникли железные дороги во Франции, все реки и, безусловно, Луары, как самая длинная река Франции, являлись очень важными транспортными артериями, что тоже способствовало развитию вин Луары и популяризацию вин Луары. Однако потом начались не самые лучшие времена для виноделия долины Луары. Безусловно, в конце 19 века этот регион также не миновала Филоксера, а после нашествия Филоксеры Луара не успела так быстро восстановиться, может быть, как другие регионы Франции. Вот здесь мы как раз столкнулись с тем, с чего мы начинали, что она немного ушла в тень таких важных регионов, как Бордо, Бургундия, Шампань, Долина Роны. Говоря о сортах винограда долины Луары, мы опять же не можем охарактеризовать сортовой состав всей ее протяженности, но можем выделить основные. Преобладают в Луаре белые вина, и Луары это, в принципе, лидер среди французских регионов по производству белых вин. Среди белых сортов винограда отдельно нужно выделить сорт Шенен Блан, который здесь также называется Пино де ля Луар, или Стиин, вы уже сталкивались с ним в Южной Африке, там он называется так, сорт Савиньон Блан и сорт Милонь де Бургонь, наверное, наименее нам знакомый сорт, который здесь также называют еще Мюскаде по названию отдельного апелласьона, который мы тоже подробно обсудим. Среди красных сортов нужно выделить сорт Каберне Фран, сорт, который в Луаре называется Бретон, и сорт, который в Бордо называется Буше. На втором месте, хотя это большая редкость для этого сорта ставить его на второе место, находится сорт Пино Нуар. И также следует отметить сорта Гамеи Грало, который в основном здесь используется для производства розовых вин, и эти розовые вины, может быть, не претендуют на какое-то величие, но тем не менее занимают важное место в производстве вин Долины Луары. Теперь мы с вами отправляемся разбирать конкретные субрегионы Долины Луары, и вот по этой карте начнем с запада, с самого западного региона, это регион Пейнанте. Мы уже отметили основные почвы, которые нас здесь интересуют, это сланцевые гранитные почвы, климат здесь явно ярко выраженный атлантический, и основной сорт винограда, который нас здесь интересует, это сорт Мелонь-де-Бургонь, белый сорт. Но прежде чем мы начнем обсуждать Мелонь-де-Бургонь и группу апелласьонов Мюскаде, где производят вины как раз из этого сорта, отметим еще пару слов о виноделии Пейнанте. Во-первых, Пейнанте – это название субрегиона, апелласьона с таким названием не существует. Здесь существует апелласьон Гро План-де-Пейнанте, который производит вины из фольбланш, белые вины из фольбланш, и незначительное количество розовых и красных вин. Однако в нашем фокусе, безусловно, находится группа апелласьонов Мюскаде. Вот здесь они находятся на карте. Это Мюскаде АОЦ, Мюскаде де Северамен, Мюскаде Кот де Грандльо и Мюскаде де Като де Ля Луар. Основным здесь для нас будет Мюскаде Северамен. И на самом деле 80% вина отсюда производится именно под этим апелласьоном. Мюскаде Северамен. Именно так и будет указано на этикетке. Более того, на некоторых этикетках вин из Мюскаде вы можете встретить надпись «Сюрли», так же, как на этой бутылке. Это означает выдержку на осадке, дословно. Однако мы с вами уже сталкивались с тем, что выдержка на осадке – это один из технологических приемов производства вина и, безусловно, используется не только в долине Луары и не только в апелласьоне Мюскаде. Однако здесь он особенно урегулирован и есть определенные правила, которые регламентированы в апелласьоне, каким образом нужно производить вино, чтобы потом была возможность указать «Сюрли» на этикетке. Дело в том, что здесь, в Мюскаде, вино должно разливаться не раньше 1 марта и не позже 30 ноября, следующих за годом урожая. Более того, розлив всегда производится без фильтрации, сразу с осадка. Что нам дает такая надпись «Сюрли» в слепой дегустации? Как правило, вина, произведенные таким методом, имеют небольшую легкую газацию. Таким образом, мы часто их и можем отличить. Говоря в целом про стилистику вин Мюскаде и про стилистику сорта «Мелонь-де-Бургунь» как такового, а он всегда лежит в основе Мюскаде на 100%, и это всегда только белые вина. Этот сорт достаточно с нейтральной ароматикой, который появился здесь из Бургундии, где, может быть, не получил такого распространения. Но здесь производят из него живые, хрустящие, кислотные вина, чему способствуют Атлантический океан и прохладный климат, при этом с достаточно нейтральной ароматикой. Следующий регион, в который мы отправляемся – субрегион долины Луары. Это субрегион, который называется Анжу и Самюру. Здесь также есть сланцевые почвы, известняковые почвы, галечники, глины. Климат здесь все еще чувствует сильное влияние Атлантического океана, но уже немного начинает переходить к умеренно-континентальному. Здесь, безусловно, мы должны с вами отметить, что нет какой-то точки на карте, где бы мы сказали, что до этого был Атлантический климат, а после этого стал умеренно-континентальный. Просто двигаясь с запада на восток вглубь континента, мы будем понимать, что у нас становится суше, суше и суше. Влияние Атлантического океана становится меньше. Основной белый сорт здесь – сорт Шиненблан. Основные красные сорта – это Кабернефран, Гоме, Грало и немного Пино Нуар. Говоря о стилистике Анжу и Самюр, в отличие от Пейнанте, мы уже говорим о полной палитре вин. Красные вина, розовые вина, белые вина, игристые вина, белые сладкие, белые сухие – все эти вина мы можем встретить здесь. Одни из знаменитейших, хотя опять же не претендующих на величие анжуйских вин – это розовые анжуйские вина. Для них существует три апелласьона. Это апелласьон Розе де Анжу, апелласьон Каберне де Анжу, который производится из сорта Кабернефран, и общий апелласьон Розе де Ля Луар, который может производиться из разной смеси сортов. Эти вина к ним иногда относятся слегка с пренебрежением, они очень понятные, очень фруктовые, часто полусухие, полусладкие. Безусловно, с дегустационной точки зрения, с точки зрения качественного виноделия, может быть, не представляют для нас большого интереса, но тем не менее, у них достаточно своих любителей, они уверенно занимают свою нишу, и производство их в Анжуй и Самюр достаточно велико. Однако, безусловно, говоря о винах долины Луары и субрегиона Анжуй и Самюр, наибольший интерес для нас представляют белые и красные вины этого субрегиона. И начинаем мы с белых сладких вин, с группы апелласьонов, которые находятся вот здесь, практически на границе с Пейнанте. И первый апелласьон – это Като-Дюлайон. Като-Дюлайон – это всегда белые сладкие вина, произведенные на 100% из сорта Шененблан. Мы помним с вами, что Шененблан – это сорт, который обладает очень высокой кислотностью. И вот этот баланс сладости и кислотности – это как раз то, что нас интересует в этом апелласьоне. Лучшие деревни – Премьер-Крюшом и Гран-Крю-Карс-Де-Шом. Для Карс-Де-Шом, поскольку это Гран-Крю, существует отдельный апелласьон. Более того, в долине Луары существует только один Премьер-Крю и только один Гран-Крю. Это хорошая новость для нас в плане изучения. И как раз именно здесь они и находятся, в Като-Дюлайон. Еще один апелласьон со схожей стилистикой, тоже белый апелласьон для сладких вин и сорта Шененблан – это апелласьон Бонизо. Он находится прямо рядом с Като-Дюлайон. Белые сухие вина представлены здесь прежде всего апелласьоном Саваньер, который находится на другом берегу от Като-Дюлайон. Здесь тоже производят вины из 100% Шененблан. Как правило, они сухие, хотя правила апелласьона разрешают производство сладких вин. Две наиболее интересные зоны отдельных апелласьона – это Саваньер Кулет де Сиран. Запомните это наименование. Это один из монопольных апелласьонов Франции, который принадлежит Николя Жали, одному из основоположников биодинамики именно в сфере виноделия. И второй апелласьон – это Саваньер Рош-О-Моан. Среди красных вин Анджу и Самюр, которые могут выпускаться под разными апелласьонами, в том числе под апелласьоном Анджу, Анджу-Виляш, под апелласьоном Самюр. В отличие от Пейнанте, у этого субрегиона есть еще и отдельные апелласьоны с такими наименованиями. Однако наибольший интерес для нас представляет апелласьон, который находится вот здесь, и называется он Самюр Шампиньи. Слово Шампиньи не должно вас ни в коей мере смущать каким-то образом. Он никак не связан с шампанскими винами, с шампанью, с игристыми винами. Это красные сухие вина на основе сорта Каберне Фран. И, безусловно, Каберне Фран – это царь красных сортов в долине Луара, и, в частности, Самюр Шампиньи – это одно из лучших его выражений. Скажем также пару слов об игристых винах Анджу и Самюр. Помимо того, что часть игристых вин можно выпускать под отдельными апелласьонами, например, как апелласьон Самюр может выходить в игристой версии. В Луаре есть апелласьон Криман, Криман де Луар. Вы знаете, что Криманы – это игристые вина, которые производятся по классической технологии во Франции с минимальной выдержкой насадки 9 месяцев. То же самое и здесь в Луаре, но есть еще дополнительное требование, что после добавления тиражного ликера, вино должно выходить в продажу не ранее, чем через 12 месяцев, то есть минимально 9 на осадке и 12 в целом в бутылке. Криман де Луар может быть белым и розовым, и здесь достаточно много разрешенных сортов – Шинен Блан, Шардоне, Каберне Фран, Пино Нуар и другие сорта. Надо отметить, что Криман де Луар может выпускаться не на всей территории Луары, а только Ванчжу, Самюрия и соседней Турени. Следующий субрегион, дальше идем на восток, и это субрегион, который называется Турень. Находится он здесь, как раз вокруг города Тур. Главная особенность почв здесь – это туфовые почвы, те самые почвы, из которых были построены замки долины Луары и те самые почвы, которые определяют местный Теруар. Криман здесь по-прежнему переходит от Атлантического к Умери на Континентальному, но, безусловно, влияние Атлантического океана чувствуется меньше и меньше. Здесь разрешено множество сортов винограда для производства вин, и стилистика вин, как и Ванчжу и Самюрия, достаточно разнообразна. Это целый спектр вин – это и красные, и белые, и сладкие, и игристые, весь спектр вин. Основные красные вина Турени, и с ними, честно говоря, мы сталкиваемся как раз на границе с Анджу и Самюром. На самом деле, сложность этих регионов в том, чтобы распределить апелласьоны по различным субрегионам. Большой разницы в стилистике между Анджу и Самюром нет, но вот именно по апелласьонам Самюр Шампиньи, которые мы уже обсудили, и красным апелласьоном Турени мы проводим между ними границу. Основные апелласьоны Турени для производства красных вин – это апелласьон Шинон, который представляет для нас наибольший интерес, апелласьоны Бургёй и Сен-Николя де Бургёй, которые находятся по другой берег от Луары. В принципе, это характерная история для долины Луары, когда апелласьоны находятся друг напротив друга, апелласьоны Близнецы по разные берега реки. Однако обратите внимание, несмотря на то, что нам прежде всего интересен красный Шинон, Шинон может быть и белым, и розовым. Хотя, как правило, мы сталкиваемся с красным Шиноном на основе сорта Каберне Фран. Как правило, это 100%, но какое-то количество Каберне Савиньон может добавляться. Говоря об основных апелласьонах Белых и Вентурени, качественного виноделия, которое нас прежде всего интересует, мы сталкиваемся с апелласьонами Вувре и Мон-Луи Сюрлуа. Более важным, значимым для нас является апелласьон Вувре. Стилистика вина у них приблизительно одинакова. Они производятся из сорта Шинон Блан, как правило, на 100% из этого сорта. Это всегда белые вина, но они могут быть разной степени сладости. От сухих, полусухих, полусладких до очень сладких вин. Как правило, это зависит от конкретного винтажа и усмотрения винодела, какое именно вино он будет выпускать именно в этом году, в этом винтаже. В частности, вот здесь Доме Нуэ, один из значимых производителей этого региона, выпустил версию Вувре 2017 года Ле Монт в сухой версии. Следующий субрегион, в который мы отправляемся, это последний наш субрегион, который мы будем обсуждать сегодня. Это центральный район. Иногда его просто коротко называют центр. Основная знаменитость и особенность почв центрального района, это его знаменитые известняковые почвы. На самом деле, если мы посмотрим на карту Франции, то мы увидим, что центральный район находится гораздо ближе к Шабли и к Бургундии, чем к некоторым другим субрегионам самой Луары. И Теруар здесь тоже схож. Почва представлена и Кемериджийским известняком, и Портландским известняком, и Оксфордским известняком, отдельные камушки. И также здесь есть своя особенность почвы, которые называются Селекс. Это почва с большим содержанием кремния и сейчас с легкой руки Дидье Дагино достаточно часто на бутылках. Вина и другие производители указывают Селекс в качестве почвы, на которой произрастает виноград. Основной белый сорт центрального района, это сорт Савиньон Блан. Основной красный сорт, это его величество Пино Нуар. И это очень интересное соседство, потому что Савиньон Блан пришел к нам из Бордо, а Пино Нуар это бургундский сорт. Часто во Франции Бордо и Бургундию чуть ли не противопоставляют друг другу. Однако здесь эти сорта прекрасно уживаются вместе в одном субрегионе и в отдельных апелласьонах. Климат центрального района умеренно континентальный, несмотря на то, что мы еще можем почувствовать влияние Атлантики, оно уже здесь незначительно. И основные апелласьоны здесь, имена нарицательные для Савиньон Блана из Франции, это безусловно апелласьон Сансер и Пюйфуме. Это также апелласьоны-близнецы, они находятся друг напротив друга по разные берега реки, и у них очень схожая стилистика вин. Однако, обратите внимание, апелласьон Сансер – это не всегда белое вино из Савиньон Блан. Иногда это может быть и красное, и розовое вино из Пино Нуар, в то время как Пюйфуме – это всегда стопроцентный Савиньон Блан. Отличить в слепой дегустации Сансер и Пюйфуме – это высший пилотаж. Попробуйте это сделать, не у всех и не всегда получается. Однако взять вино Пюйфуме и Сансер от одного производителя, одного винтажа, попытаться их сравнить – это очень интересный опыт. Другие апелласьоны центрального района гораздо менее известные, но тем не менее, которые нам нужно знать, находятся вот здесь. И это Миниту Салон, Кинси и Рюи. В апелласьонах Миниту Салон и Рюи, так же, как и в Сансере, можно производить и белые, и красные, и розовые вина, в то время как Кинси – это всегда только белое вино из Савиньон Блан. Таким образом, мы обсудили с вами все субрегионы Долины Луары, самую базовую информацию, но обязательно встретимся с вами еще, обсудим их более подробно, поэтому до встречи в Zoom и, надеюсь, до скорой встречи в школе.